Меня зовут... Ой, извините, сейчас еще раз. Всем привет, меня зовут Стас. Привет, я Алена. На нашем замечательном стареньком Вольцвагене мы собираемся в Италию. Днем мы будем спать. Для этого уберем все задние сидения и сделаем себе спальное место. Мы собрались наконец-то. И вот мы поехали в Италию. Монтенегро где-то там, а мы здесь. Это там, а мы здесь. Это там. У нас было всего сколько? 20 дней, чтобы все посмотреть в Италию. Посмотреть, как люди с жестами разговаривают. А что ты хочешь сказать-то? Ты что, не понимаешь, что я хочу сказать? Объехать множество интересных городов. Фонтаны посмотреть. Попробовать итальянскую пиццу. Обязательно пиццу. Желатто. Да, проведу, конечно, отдельная песня, потому что в первый же день, когда мы получили шок от цен за 10 евро, мы скинули макароны. Миску в макаронах, да? Запор получили от морского ежа свежего. Мы после этого решили питаться в пиццериях. Но с пиццериями тоже не все так гладко у нас вышло. Никак мы не могли... Да, они там на каждом шагу, эти пиццерии. Опять пиццерии. Никак не могли нормальную пиццу себе... Это пиццерия. Найти, подобрать. Да, везде, везде искали. С ужасом вспоминаю эту фокаччо. Нам удалось из круглых найти единственную некруглую пиццу. Наши неприятности с пиццей продолжаются. Пицца Наполитана рядом с заправкой. Это просто беляш. Эксперимент продолжается. Это третий раз, когда я пробую пиццу. На этот раз римское... Внимание. Давай. Таким образом, в результате решили питаться исключительно в местных магазинах, в дисконтах. Это Евроспин, Лидл. Колбаса, помидорчики. Тут всякое. Хлеб. Такой набор продуктов. Вот так и сидим. Вот у нас трапезная. И цены приятно, очень удивили. Так как очень все недорого. Ну и все понятно. А вот в обратную сторону у нас наши два замечательных приятеля всегда с нами. Это Ровальд Макдональд и полковник Сандерс. Большую часть времени на привале. Ты ходишь вокруг машины и ждешь, пока она переоденется. Ой, 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 ой. А когда я тебя жду? Ничего так. Только из туалета. Также скачали приложение Трансфаркинг для дальнобойщиков, которые нам позволяли находить места, где можно сходить в душ. Поскольку мы сами были хозяева нашего передвижного отеля, поэтому останавливались мы в очень интересных местах. Здесь еще каблук. И вот мы стоим на набойке каблука. А вот здесь мы спим. Сегодня четвертый день нашего путешествия и эта гора безумий. На этот раз в лесу. Проклятый Яндекс.Навигатор, куда ты меня завел? Готовьтесь к тому, что придется переодеваться вот таким образом. пять главных вещей, которые должны быть в вашем автомобиле. Это туалетная бумага во всех местах. Тут, вот здесь есть туалетная бумага. И в карманах, конечно, тоже. Потом мешок для мусора. Предусмотрите. Третье. Много воды. И у нас князь Милошь проехал с нами всю Италию. Вернем на родину. Дейтс. Финики. Замечательная вещь. В дороге как семечки идут. Здесь очень дешево стоят. И здорово помогают дороге. Женщина, чтобы указывала дорогу и винила во всех неприятностях меня. Теперь конкретно про путешествия. Где мы останавливались? Во-первых, сначала мы поехали из Бари сразу на юг и остановились. город Презича Акварика. Недалеко от моря остановились прямо на берегу моря. Это Италия. Вот уже начинается подошва. Вот это вот набойка черная. А вот это песчаный пляж. Мы на набойке каблука. Мы встречали рассвет. После воскресной службы как будто всю мессу отсидела. В Халлигалии Галлиполи. Та-дам! Альберабелла. Это со смешными домиками, как они называются, не помню. Трули-труля. Трули-труля-ля. Потрясающий город Матера. Матера, это как итальянская хампи. Выглядит пещерный город, где жили до середины 20 века люди. Это итальянская хампи. После Кастель-Медзана небольшого городка в горах мы поехали к нашему приятелю Луке, итальянскому отшельнику. Человек на участке пещера, старинный дом. Вот, да, был пещерный храм в Монте-Сантанджело, уникальный, с отпечатком следа Архангела Михаила. после этого мы заблудились в Амальфи. Галя, здесь была Галя. Галя, Амальфи помнит тебя. Попали все-таки в Сарренту. Вот так вы видели Дольче Витта. Шоколадный оргазм. Потом были Помпеи знаменитые. Пинг-Флойд выступали в Помпеях. Если ты знаешь, кто такие Пинк Флойд, значит, ты старый, такой же старый, как амфитеатр в городе Помпеи. Что вы хотите еще? Вы еще не развлеклись! Вы же за этим здесь! На арене цирка. На ночь стали у подножия, уже на самом вулкане Везумий. Кратор горы Безумий. Алена перерезала через забор. Документальные съемки. Когда будут меня на суде спрашивать, не вы убили Алену? Нет, сама. Вот вам доказательства. Потом был Наполе. Наполе, конечно, совершенно уникальный город. Абсолютно крэйзи. Алена там разговаривала на итальянском языке настолько крэйзи, что Алена по-итальянски начала понимать. Сокатались, да, в метро. Три раза катались в метро по одним и тем же станциям. Вот вилла Тиберия была. Полностью разрушена, но там красивый город. Да, это находится в Перлонге. Аттракцион императора Тиберия. Перелезание через забор. Гоу! Два часа ехали в сторону маленького городка Изола Дель Ири. Пьешь, пьешь кофе, тут бац, водопад. Да, на ночь стали в Нурбе, а утром доехали наконец-то до Рима. Ты в вечном городе, Алена. Ты это как понимаешь вообще, куда ты попала? Это главный фонтан моей жизни. В Риме. После Рима, совершенно без ног, поехали отмокать в термы. Лена. Тапочки. Люди. Погода. Вода. Одна голова. Теплая. Местами очень теплая. А еще местами прямо горячая. Вливается просто кипяток. Красота. Купаешься в открытом бассейне с горячей водой. Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, бух котел и там сварился. Потом у нас что было? Потом у нас был Сиренин, а отправились мы наконец-то. А по моему лесу? Мы побывали в священном лесу. Потом у нас после Сиены, по-моему, была Пиза. Пиза. Пиза, да. Посмотрели на смешных туристов, которые там в Раскаряку стоят. Была Флоренция. Уже наелись здесь примечательностями. Нет, ну почему? Мне, например, очень понравился старый город. Понте Веккио и Флоренция. Флоренция была, а потом уже у нас была Болония. Те самые арки, которые в ЮНЕСКО вошли, как признак, верный признак, что ты в Болонии находишься, это не куртка Болония, вот как на человеке. Нет, это арки. В Вероне облапали всю эту бедную Джульетту, постояя на этом знаменитом балконе. Там существует такое поверье, что если потрогать грудь Джульетты, то обязательно тебе будет счастье. В личной жизни меня. Да, поэтому все. Так же умрешь. Молодой, счастливый и красивый. Все-таки доехали до Венеции. Это был, наверное, главный хайлайт всей нашей экспедиции. Спасали там птиц. Кормили птиц. Фотографировались с птицами. Все делали в этой Венеции. Чудная Венеция. Это, конечно, город удивительный. Очень замечательный. Можно ходить, смотреть, смотреть. Еще бы два дня походили, если бы только ноги были казенные. И отправились в Словению. Словения тоже нас поразила. Потрясающим водопадом. Фонтан в Словении. Это вам неокультуренная Италия. У нас все натурально. Озеро Блет тоже понравилось. Вот таким образом через Хорватию приехали назад. Итого, у нас что в остатке? Мы посетили все, что планировали. Съездили в течение 21 дня 3700 километров 30 городов. И потратили все на все. 2000 евро из них на бензин. Наверное, евро 500, а то есть 600-700, да? Нет. Мне кажется, немного мы на бензин потратили. Думаю, где-то около евро 400. Ну, допустим, 500, да. И все остальное проели и пропили. Ну и под конец рейтинг фонтанов. Мы хотели, чтобы в каждом городе мы в фонтан лезли. Но вот что получилось, то получилось. Вот, наконец-то, первый фонтан. Городской фонтан Матуре. Политанский фонтан. Из цикла фонтана Италии. Все в Наполе. А это все сперлонга. Ради этого фонтан я... Мы два часа ехали по сельской местности итальянской. Творецы. Твои люди. Все смешалось. Все в перемешку. Отлично. Замечательно. Фонтан Зерона. Главный фонтан тут счастливы. Все. Мои. 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 Мои.